Продолжение про перестроечные фильмы 1988 года. Убить дракона. Фильм Марка Захарова, который снимал такие символические, довольно хорошие, между прочим, фильмы, о каждом из которых я очень много говорил. Закономерно, что в перестройку, когда больше пошли вопросы не философские, а социальные, он снимает на социально-философскую тему. То есть Убить дракона, конечно, социальные, да, по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон». Хотя по сюжету берется пьеса Шварца «Дракон», но пьеса Шварца в условиях столетизма писалась, да? Поэтому там как-то все более оптимистично, даже намеки, что «Дракон» — это Гитлер и все такое. Понятно, что для перестройки не совсем годилось, поэтому там все переделали. Текст Шварца большей частью переделан, насыщенный аллюзиями на перестройку, на советское общество. Что надо там усилили, что надо поджали. В общем-то, переделка хорошая. Ну, по сути, у Марка Захарова самостоятельное произведение. Ну, кстати, как и по поводу Мюнхгаузена и так далее. Это самостоятельные, конечно, тексты, которые от своих оригиналов далеко уклоняются. По сути дела, это про Россию и про то, что я говорил в первой части еще советских фильмов. То есть традиционные ценности какие? Власть, цена как таковая. То есть власть все оправдает, насилие все оправдает. Так сказать, говоришь ты много, а мы тебе дадим по роже. Ну, тут, конечно, все это, так сказать, спроецировано в какое-то условное общество, но суть-то вот про это что? С одной стороны, идея власти, в которой нет никаких ограничений, и которая, так сказать, истину превратит, если надо, в ложь и так далее. То есть никаких ограничений нет ни моральных, ни гносиологических. То есть им все равно, допустим, что реально происходит, важно что угодно власти. Вот это вот там очень много показано, выбить дракона и высмеивается. То есть типичная эта самая интеллигенция российская, которая все время врет, чтобы оправдать или иные валютические установки. Про это там много, выбить дракона. Ну, показаны разные позиции по поводу вот такого, что вот власть делает, что хочет. Ну, вот некоторые это оправдывают, некоторые присмыкаются, некоторые с этим борются. Так сказать, относиться мы к этому можем по-разному. Но факт вот именно такой, что у нас просто бесстыдная такая вот власть, и это у нас последние тысячи лет непрерывно практически. Вот в периоды кризисов, революций, критика все-таки прорывается. И перестройка такой период, когда прорвалось. Пошло общественное сознание, что мы живем в царстве дракона сатанинского. Ну, кстати, странно, что Шварц они посадили, потому что там же идея перерождения революционеров как раз актуальна для времен сталинизма, и это идея Троцкого. На самом деле, Шварц там косвенно идеи Троцкого пропагандирует. Но, видимо, пропустили, и Шварц вроде как на Гитлера пытался это все развернуть, судя по символике. Ну, в контексте 88-го года это явно про сталинизм, конечно, то, что революция переродилась и убил дракона, так сказать, Сталин, Ленин, и сами стали драконами, тут же это понятно. Но там и общенационально, о том, что этот процесс цикличный в России и выхода нет. Там не только про сталинизм, там на общую выходит, конечно, модель. Реализация вообще прекрасная. То есть Марк, Захаров, конечно, вообще прекрасно. Именно философские фильмы делает. Это золотой фонд российского кино, так или иначе. И актеры хорошие. Янковский, Абдулов, Леонов, Тихонов, Фарада, там, Захарова. Ну, вот пять фильмов прекрасных философских Захарова, начиная с обыкновенного чуда, и вот это уже, так сказать, социальное пошло. Ну, вот, пожалуй, и все. Да, потому что конкретику долго можно тут анализировать. Криминальный талант, ну, это как бы наоборот. Это больше такая прикладная. В Перестройку было много социальных романов, которые сейчас завыли, но которые описывали какие-то конкретные проблемы. И как конкретно люди их переживали. Тут на самом деле, в общем-то, ну, выходит где-то на 90-е. Тут показана аферистка Александра Рукояткина, который играет Захарова. И против нее следователь Рябинин, который играет Жарков. В принципе, весь фильм это дуэль вот этой самой, которую играет Захарова и Жаркова. То есть женщина, короче, которая имитирует проституцию и вместо этого, значит, занимается аферизмом, да, то есть... Ну, то есть она изображает, что она проститутка, по-моему, на кого она там делает. Ну, короче, изображая проститутку, она им либо снотворный подсыпает мужика, либо еще что-нибудь там делает, вытягивая с них деньги. Ну, и вот весь фильм практически они разбираются со следователем. Следователь, конечно, такой вот хороший советский следователь. А Захарова, она уже, так сказать, человек 90-х годов. Ну, вот это дуэль. Показаны все плюсы и минусы, как вот этих будущих новых русских 90-х, так и этого советского следака. На самом деле, сочувствие не на чьей стороне. Вот просто показана проблема, что у нас, да, будет у нас капитализм, но он у нас будет бандитский. И показана примерно, как будет рассуждать типичный бандит вот в лице этой Захаровой. Ну, в этом плане посмотреть можно. Но в то же время никакого сочувствия этим бандитам, конечно, нет в перестроечном фильме. То есть это ужасно. Ничего, все ее отмазки не работают. Блядь, она, конечно, и есть. Сука, она и есть. Она бандитка, конечно. Чтобы она там не рассказывала. Просто советская реальность такова, что у нее нет другого выхода. Как бы вот примерно так показано. Алимитчица, там, ПТУшница и так далее. Борется, так сказать, с социальной несправедливостью таким методом бандитским. Узник замка Ив по Дюма, по графу Монте-Кристо, советско-французский. В основном снят Одесса-Крым. Хотели сначала Боярского туда на главную роль. Потом все-таки нашли другого героя. Петренко, там, хороший Аббат. Вообще, актеры хорошие. На Дантеса пытались Харатьяна, но он в это время пил и завалил полностью роль. Немножко в Италии снимали. В основном Крым, Гурзов, Алушта, Олубка. Одесса довольно много. Павильоны все Одессы. Ну, это хороший, такой добротный советский многосерийный приключенческий фильм в лучших традициях. Кто вот такой и любит, как вот там было, что там, Капитан, Немо и так далее. Вот такой же типичный Монте-Кристо. Поскольку перестройка добавили мистики, там есть прекрасные философские песни Градского, игра света и тьмы такая мистическая. Но в целом вот эта экранизация, такая заострившая философскую суть, напрашивается на гностические интерпретации. То есть вот архонты без вины посадили душу в тюрьму тела, вот как Дантеса там в эту тюрьму в замке Ив. Потом приходит посланник света в лице Аббата. Он просвещает, объясняет, что ты ни в чем не виноват и что ты должен спастись. И рассказывает, где сокровища. Вот гностическая проповедь. Потом человек из тюрьмы спасается, обретает сокровища, мстит своим врагам, демонам, которые вы в тюрьму заключили. В общем-то все по Манихайе. Но мы, конечно, сейчас еще в тюрьме. То есть мы в тюрьме, но некоторые уже беседуют с Аббатом, который им все объяснил и всему научил. Скоро должен быть прорыв, ликвидация всех тюрем, конец света, Армагеддон. Об этом мы ждем. И месть демона, и всем, кто за демонов сражался. При этом там еще в самой экранизации постоянно свет и тьма, такие четкие тени тоже напрашиваются. Ну, кстати, граф Монте-Кристо – это граф христианской горы. Это граф Христос фактически. Поэтому тут, я думаю, что у дема там тоже была гностическая либо христианская символика. Это нужно конкретно текст исследовать. Там же еще масоны, которые тоже довольно много манихейскую символику используют, гностическую. То есть, что конкретно там Дема имел в виду, конечно, непонятно, нужно смотреть. Но гностическая интерпретация сюжета напрашивается. Потому что базовый сюжет у манихеев именно такой. То есть, без вины демоны схватили частицу света, но она даже в такой ситуации в тюрьме обретает прозрение через монаха, который прорылся через дырку. И она потом дальше спасется и отомстит. Мастера Маргарита. Вообще-то, польская. Я, честно, откровенно скажу, перепутал. Да, забыл я ее в зарубежных рассказать. Но расскажу в советских, тем более на советскую тему. Четырехсерийный польский фильм, 1988 года, экранизация. Я думал, что там будет как у Вайды. Вайда же еще делал ленту «Пилат и другие», о которой я, по-моему, рассказывал в 1971 году. Ну, а это польская полностью лента «Пилат и другие», там ничего почти от Булгакова нет. Я думал, тут тоже будет, однако нет. Я когда ее смотрел, это все-таки Булгаков, это полностью про русских. Они уже к 90-му-то поляки себе представляли, к 88-му, как это все выглядит у русских. И да, показывают они на самом деле русских типичных, Москву, все это, они все почувствовали. Там нет никакой переноса этого в Польшу или еще куда-то. Там единственная Маргарита полячка, она выглядит как полячка и ведет себя так же. Но это, видимо, потому что она там сексуальный, так сказать, лидер, в нее должны влюбляться зрители. А если бы они ее московиткой сделали, вряд ли польский зритель бы влюбился. Честно, национально там как ощущается? Маргарита полячка, а остальные русские. Примерно так. На самом деле хорошая там экранизация польская, текст дословный, почти ничего они не добавили, не удалили. Хороший перевод. Ну, есть оно, по-моему, с русским дубляжом должно быть. И, в принципе, даже если чисто самого Булгакова вспомнить, даже лучше, чем эти российские сериалы смотреть, где обязательно все искажено. И где обязательно наши актеры играют, и мы наблюдаем игру актера нам знакомого, начинаем сопоставлять и так далее. А вот тут просто никого же этих не знаешь, поляков, и смотришь просто вот, как оно было у Булгакова. Ну, то, что Булгаков, Манихей, я думаю, уже много интерпретаций и в литературоведении официально, я как-нибудь дойду до этого. Смысл тоже этого романа расскажу, когда... Кстати, скоро будут 20-е, уже в следующем году будут 1920-е годы подробно, и там будет и Булгаков, и, видимо, будет и Мастер и Маргарита. Ну, да, роман хороший и тоже гностический. Интерпретации подобное допускает, и это уже даже не только я делаю, это многие замечают. В Крыму не всегда лето. Биография, значит, Дмитрия, брата Ленина, то есть вообще-то в Крыму не всегда лето. Это 21-й год в Крыму, когда там расстреливали белых офицеров. И там эта тема есть, землячка, там есть, расстреливает белых. В это же время там зависает брат Ленина, Дмитрий, который пытается там организовать курорты в Крыму. На фоне вот создания санаториев расстреливают белых, то есть как бы показаны и плюсы, и минусы, все, что тогда творилось. Ну, есть фильм Михалкова про это, но фильм Михалкова уже откровенная политическая такая карикатура с точки зрения консерватизма. В фильме «В Крыму не всегда лето», в перестроечном, показана достаточно отстраненная. Землячка, да, злобная, но мотивирована это ее хроническим туберкулезом. То есть землячка просто больная, умирает от туберкулеза, и поэтому всех убивает, пытаясь отомстить миру за то, что она тоже скоро умрет. Показана конструктивная деятельность Дмитрия Ульянова. Ну, в общем-то, все равно это на больной, эту тему революции и интеллигенция, перестроечный, такой неоднозначный. Вот в этом плане можно фильм посмотреть. «Господин оформитель» – дебютная работа режиссера Олега Тепцова по мотивам рассказа Александра Грина. И, кроме того, там дебютный Виктор Авилов, прекрасный, который потом в 90-е будет много играть, всяких ужасных людей. Вот он тоже есть, и там есть еще Михаил Казаков из известных. Не нравится мне, в общем-то, это. И, кстати, критикам тоже. Ну, критики отмечают, что не попало, в общем-то, в моду 80-х. Конец 80-х – немножко другой. А вот позже будет вся эта мода на модерн, на символизм. Где-то к середине 90-х все это потянется. Вот тогда бы, если снял, тогда бы прошло. Красивая вся эта жизнь Петербурга. Это вот когда у нас появится буржуазия, она начнет вот в этом зависать. Ну, это первая, видимо, попытка снять советский мистический фильм ужаса. Чересчур подражает голливудским фильмам. Они не на российскую ментальность плохо положатся. Ну, то есть это медленно, пафосно, вот как это воспринимается. Депрессии у нас другого типа. Нет юмора. Вот обычно любой славянский фильм, даже фильм ужаса, даже польский, чешский, там всегда все юморят, все иронизируют на эту тему, даже вот на тему того, что все ужасно. Тут это напрочь вырублено. Я не знаю, у Грины это было нет, но тут сделано по-американски без иронии. И славяне это не воспринимают без иронии. Им кажется, что это абстрактный пафос какой-то. Потому что вот славяне в таких ситуациях все равно иронизируют, насколько я понимаю. Лучше бы сняли под советский исторический детектив. Они же хорошие, в принципе, были. Про царское время, ну, хотели бы, добавили в этот стиль советского детектива, добавили бы мистики. А актеры хорошие, но они не вытягивают. Сценарий плохой, режиссер плохой. Ну, там сюжет такой, что статуя ожила и стала фатальной женщиной. Такой вот сюжет. Ну, это Грин, опять же, символизм. По-моему, все-таки плохо. И что-то близкое по смыслу. Это Балабанов про уродов и людей. Но у него, конечно, лучше получилось. Но до Балабанова должен дойти. И свет во тьме светит. Это телеспектакль 88-го года по графу Толстому. Малоизвестная. Там Петренко, между прочим, графа Толстого играет. Сюжета почти нет. Это религиозно-философские идеологии. А чем актуально? Реально эта философия и даже религия Толстого, она замалчилась. И при царизме не нужна была, запрещена была. И при коммунизме тоже никому это не надо было. И запрещено было. Потому что граф Толстой на реальные какие-то христианские смыслы вышел. А они в России никому не нужны. Вот, наконец-то, в перестройку сняли про настоящего Толстого. Вот что касается Толстого, которого постоянно все извращают. И экранизации войны и мира делают так, что чуть ли это не российское империалистическое произведение. Хотя война и мир это пацифистское произведение, направленное против войны как таковой. Даже войны за национальную независимость. Ну вот тут настоящий Толстой в этом спектакле. И свет во тьме светит, который настоящий свои идеи излагает. Там прекрасная фраза этих всех толстовцев. Там много толстовцев, уже конец жизни Толстого, много последователей. Там один говорит, на вопрос, что меня побудило оскорблять православие, отвечаю, что побудило меня к этому желание служить Богу и обличать обман, который совершается во имя Его. Вот меня, если ватники посадят, на вопрос, что меня побудило оскорбить православие, вот примерно это я отвечу, что к этому меня побудило желание служить Богу и обличать обман, который совершается во имя Его. Вот так в фильме говорят толстовцы, и совершенно верно говорят. Красный цвет папоротника. 44-й год, советско-польский фильм про Беларусь. И еще и белорусов там много. Большей частью камерный. Значит, ну какая суть, по сути это белорусский партизанский сериал, но с сильным польским уклоном. Там, значит, 44-й год, армия Краева, армия Людова, подошли советские. Ну, подходит, то есть советские, там советские партизаны имеются. Все это примерно на границе Польши и Беларуси, то есть там польские националисты, польские коммунисты, и белорусские коммунисты должны каким-то образом организовывать свою деятельность. Соответственно, на этой почве они постоянно беседуют, то есть ругаются. Но в то же время, вот до того, как подошли полностью советы, они отчасти сотрудничали против фашистов. Это соответствует действительности. Кстати, армия Краева некоторые города пыталась взять перед тем, как подошли советы, чтобы там где-то сделать свободную Польшу. Но, естественно, советы подошли и их всех разоружили. Ну, там много базара. Допустим, вот один там настоящий поляк так говорит. Я с советами пить не буду. Вот они какую-то сделали там экспедицию против фашистов, и предлагают совместно там выпить. Армия Краева и советские. Вот поляк говорит, я с советами пить не буду. Они мою семью все вывезли в Сибирь. Они напали в 1939 году в спину Польши, которая сражалась с фашистами, между прочим. Расстреляли наших офицеров в Катыни. Они убили Костюшку, они 130 лет Польшу оккупировали, еще обволотворили. Почему я должен это все прощать? Совершенно верный вопрос. Почему мы должны это прощать? И не только поляки, и любые народы, против которых эта империя совершила преступление. А почему мы должны прощать? Почему мы должны это забыть? Чтобы империя дальше совершала другие преступления над нами? Ну, и там есть, конечно, отмазки. Некий такой правильный поляк, что-то там защищается, и там говорит, что надо сотрудничать с советами. Ну, и примерно у него два типа аргументов. Первый он говорит, ну, вот есть реальная ситуация, у нас есть общий враг, поэтому ради реальности некой надо сотрудничать с московитами. Но московиты тоже всегда говорят тоже в этом, что вот реально этой империи куда ты там двинешься, вот такова реальность. Но надо сказать, что эта реальность неправильная, она сложилась в результате преступления империи. То есть аргумент от реалистичности какой? Что раз уже, так сказать, есть империя, то что нам остается? Надо как-то строить в соответствии с ней. Это аргумент от насилия. Вот то, о чем я тут постоянно говорю на анализе фирмов перестройки, что имперцы думают, что насилие все оправдывает. И поэтому они считают, что насилие – это реалистичность. Вот мы можем осуществить насилие вот в этом реализм. Подчиняйся. Это, так сказать, принцип реализма. Это принцип нереализма, а это принцип уголовника, который, так сказать, считает, вот я тебя сейчас убью, и поэтому ты мне, так сказать, отдала деньги. И вот в это он считает, что это реалистичность. Или вот, допустим, грабитель бы забрал у тебя деньги, а потом говорит, ну вот видишь, я же сильный, я же перспективный, я же могу у тебя деньги забрать, вот поэтому ты должен теперь, так сказать, мне служить, должен со мной сотрудничать, должен мне помогать, там и так далее. Грабить тебя, грабить других людей, ты мне должен помогать, потому что я сильный и перспективный, и такова реальность. Вот так примерно это оправдание я вижу. Если он забрал ресурсы, это и значит, что против него надо сражаться. Такой вывод-то делают. Если он сильный, то это значит, что сильно сражаться надо. Вот такой вывод делают, так сказать, нарастные люди по этому поводу. Ну и потом второй аргумент, так сказать, от христианства. Вот он там говорит, это наша польская спесь, у нас веками такая польская спесь, мы в ней погрязли, это такой аргумент, когда говорят, вот они там националисты, считают себя там слишком хорошими, поэтому, так сказать, они нам сопротивляются. Что, типа, совсем там обнаглели, считайте, что вы, так сказать, тут сверхлюди, про украинцев сейчас часто говорят, да. Ну, охрененно вообще, это охрененный дискурс, да. Типа у чувака семью в Сибирь сослали, родину фашисты оккупировали, и он еще виноват в том, что он чересчур гордый. Это примерно, как если бы грабитель у тебя кошелек украл, да, и говорил, ах, какой ты злой, ты хочешь кошелек обратно забрать, ты что, жадный, что ли, ты что, гордый, у тебя что, спесь такая, ты кошелек обратно хочешь, ты что, обидчивый, что ли? Вот такое вот эти всякие рассуждения о морали. То есть против этих народов многочисленные преступления империи совершило, ну, что ж я перечислять тут буду, все это, всем понятно все, да и против русских народов тоже. И после этого нас обвиняют в какой-то гордости из-за того, что мы хотим возмездия, хотим справедливости, хотим, чтобы империя нам все вернула обратно, и вообще бы куда-нибудь исчезла бы, да, со временем. Это цинизм матерый. Вот обвинять еще нас при этом, так сказать, в том, что мы какие-то злые. Опять вы злые? Какого в этом интересная личность-то на лорке? Кто буйный? Ты буйный, ты буйный, ты в меня все забрал. Ты что-то, в чем ты меня можешь обвинить? Я тебя могу во всем обвинить, потому что ты у меня все забрал. Вот ты злой, ты гордый там и так далее. Вот ты, ты, а не я. Я защищаюсь, я, так сказать, пытаюсь этот мир сделать лучше, хотя бы тем, что борюсь с тобой. Вот так тут надо отвечать. Это никакая тут спесь ни при чем. У них спесь. Никакая тут агрессия ни при чем. У них агрессия. Вот такие дела. И все эти дела в этой пессии тоже есть. Конечно, с советской стороны, но наши позиции тоже просматриваются. Ленин-поезд. Ну, итальянский тоже я сюда ставлю. Советский просто их пропустил, когда зарубежные. Ну, надо про него. Ленин-поезд это Дамиана Дамиани. В общем-то он левый. Ну, хорошо про Ленина, роскошный. Пожалуй, вот это единственный Ленин, который он был. Такой психованный и невротичный. Судя по произведениям, Ленин скорее вот такой был поехавший немножко. Но такой психованный, напористый. Короче, поехавший, но такой уголовный. Такой маленько повернутый лидер банды уголовный. Примерно такой вот и здесь. Вокруг него какие-то склочники. Там снято все по реальным документам. Они даже в этом поезде, когда ехали в Россию. Естественно, Ленин-поезд это про то, как они из эмиграции ехали в Россию. Они в поезде там все время между собой ругались. Они сами по натуре такие склочные, скандальные. Эти были все революционеры. Но понятно, что кто им руководит? Самый сумасшедший. Это дурдом, да? Кто самый главный? Самый чокнутый. Ленин самый чокнутый из них. Он этим дурдомом и руководит. Ну, показано все это. Исторически достоверно, психологически. Снято хорошо. Режиссер хороший, Дамиани. Странно, что такой вот фильм малоизвестен. К тому же это корни вот теперешней чекистской власти. Поэтому Ленин поезд фильм хороший. Слуга. Слуга это вот еще один перестроечный, символический, символический такой фантастомогорический фильм. Похожий на убить дракона. Но там более четкая такая сатира уже не на базе абстрактного какого-то города. На базе советского материала. То есть хозяин как символ идеальной власти. Вот этой вот драконной, да? Которая не имеет никаких границ. Ни мораль ее не интересует, ни истина. Он просто топчет, да? А Слуга это идеальный советский человек, который ему служит. Как хозяин мыслит себе правильный народ. Как слугу, который ни о чем не думает. Мстить ни за что не будет, да? Польской спеси у него нет. Он будет просто служить, так сказать, и убивать, когда надо будет. Понятно, что нет ни такого идеального хозяина, ни такого слуги даже и в русском народе. Но это модель, которая внедряется официальной имперской культурой. Причем официальная дипогогия в России обычно уравнительная. А реальные идеалы именно вот эти, иерархические. То есть я, так сказать, могу тебя убить, и ты поэтому все должен сделать. Поэтому ты передо мной ничто. Вот реальный идеал имперский. В перестройку его вытащили и начали картиковать. И вот этот фильм опять же вот об этом. Почему я все время это повторяю? То, что ну в каждом фильме начали картиковать. То, что да, сочли, что это не надо, это не работает. Это страну тянет назад. Правильно сочли. Но надо сказать, что и убить дракона, и слуга после перестройки почти не показывали. Потому что пошел олигархический капитализм 90-х, и там наоборот верность своей банде была ценностью. Вот в банде 90-х, конечно, вот так это все было. Там тоже был хозяин, слуга. И как бы все это было хорошо, что нужно служить хозяину, хозяин поможет и прочее. Все, такие были отношения, короче, иерархические. В фильме показано, что это говно, это действительно говно. Но вот появлялось такое в перестройку только. Сделали хорошо, там Олег Борисов. Олег Борисов один из лучших актеров 80-х. Там есть даже намеки на то, что дьявол, да, хозяин мира это дьявол. И, соответственно, намеки на то, что это как бы спроецировано и вообще на общую трагедию мира, да, в этом фильме тоже имеются. Воля Вселенной. И последний фильм с Натальей Гусевой, который я, Алиса. Ну, надо сказать, что здесь вместо технического, так сказать, рая, она рекламирует Наташа Гусева у нас уже экстрасенсорику всякую. Засилие всякого сектанства уже в конце 80-х. Там прайм-тайм Кашпировский, Чумаков. И в 90-е сект прям очень много будет. Безусловно, это все сверху. Вот эта вся дурь сектантская точно сверху насажалась прямо гибистами. Ну, очевидно, да, чтобы народ, когда у него будут отбирать всю собственность в 90-е, чтобы он, так сказать, был увлечен какими-нибудь охренительными идеями. Ну, и как форма простой эксплуатации, естественно, в этих сектах все забирали мошенники. Как форма пропаганды мошенничества. Диверсия против честности и истины, как подданных человеческих ценностей. Понятно, что вот эти все секты – это обман народа. И гибистов это устраивает. Они же и живут на основе насилия и обмана, да. Это понятно, что секты насаждали гибисты. Ну, и даже вот подключили Наташу Гусеву на это дело. 16-летняя наша эта самая Алиса Селезнева рекламирует там секты в фильме. Трое на красном ковре, телеспектакль. Лысые, седые советские начальники сидят большей частью в помещении и пиздят про перестройку. Может быть, кому-то скучно, но как энциклопедия фильм хороший. То есть там как раз все то, что было в газетах. Там один прогрессивный, Куравлев, а другой реакционный. То есть, по-моему, Самойлов его играет. И вот примерно все, что в газетах, все там обсуждается. Поэтому можно посмотреть. Тем более, это Сибирь, Красноярский край. Есть отсылки на сибирскую ментальность. Кончается там, что зимой, где-то в ноябре 88-го года, Куравлев, который перестроечник, распускает колхоз, раздает скот крестьянам и все не платят парт взносы. То есть, будущее там тоже предсказано. Правда, но, конечно, там с надеждой, что Куравлев победит, сделает более совершенный социализм демократический и рыночный. Это там тоже есть. «Гражданин убегающий» тоже про Сибирь, последний фильм. Ну, это Чернуха про Сибирь. Все пьют, хамят, ценности никаких, быт уебищный. Одетый в телогрейки, ебошит чефир. На самом деле, сибиряки не такие, но, видимо, так вот в Европе их представляют. Коренные сибиряки, скорее, хозяйственные такие. Совершенно не похожи на быдло в телогрейках, которые ебошит чефир. Ну, и при всей Чернухе хорошо отмечена одна из черт сибирского характера. То есть, когда конфликт, сибиряки уходят на какие-то свободные пространства. То есть, предпочитают не видеться там где-то на соседних этих, блин, делянках, как вынуждены жители, так сказать, в Европейской части, где вся земля уже поделена, пустой нет. Сибиряки обычно куда-то на пустое место уходят. Ну, вот это там тоже есть, да, то есть он как бы уходит все время в тайгу, в тайгу, а Джон, любовниц, морального долга, но интерпретируется негативно, что это бегство от ответственности. Ну, потому что это, вообще-то сказать, чернуха. Вот, ну и, пожалуй, да, все про фильмы 88-го года. Вот, ну и, пожалуй, да, все про фильмы 88-го года.